Добрый день уважаемые зрители Паяльник ТВ. Сегодня я хотел бы продолжить разбираться с модулями MB868 2.0. В прошлом видео мы проверили дальность связи и самую главную функцию этих модулей беспроводной UART. Ссылочка на видео будет в описании к ролику. Однако было бы несправедливо на этом остановиться, так как эти модули могут намного больше. Сегодня мы на это и посмотрим. Если открыть техническое описание, то можно заметить, что у модулей есть несколько цифровых выходов, в том числе шим-выходы, цифровые входы, входы счетчиков и аналоговые входы для измерения напряжения. Это все позволяет применять модули для второстепенных задач удаленного управления. Ну например, вам необходимо удаленно регулировать освещение шим-сигналом или измерять частоту вращения насоса. Или даже у вас стоит фотодиод, подключенный к АЦП модуля. Это все объединено и в зависимости от показаний на модуль прилетают команды для регулировки освещения, полива с контролем напора и еще парочку релюх повесим на дискетные порты. Звучит красиво. Давайте разберемся, как это все работает, как это можно организовать. Для задействования дополнительных функций модуля используются так называемые АТ-команды, о которых я упоминал в прошлом видео, когда показывал, как мигает белый светодиод на автономной платке. Итак, чтобы это все работало, нам нужно два модуля. Один мы сделаем главным, он будет подключен к компьютеру. А второй, ставим в плату МБТАК и подключим к нему несколько устройств. Во-первых, подключим потенциометр, чтобы крутить напряжение на входе АЦП. Потом подключим кнопку, чтобы, как ни странно, ее нажимать. Социдиоды на выходах уже впаяны. Попробуем ими помигать и плавно изменять яркость с помощью шим-сигнала. Задача ясна, что же нам теперь надо сделать. Во-первых, настроим модули для нашей конфигурации. Для отправки АТ-команды используются API-фреймы. Для этого нужно включить пакетный режим на модуле, который будет подключен к компьютеру. Для этого вводим в консоли сначала АТ-ре, чтобы сбросить все настройки, а потом АТ-ап-три. И сохраняем настройки АТ-ЦН. Далее подключаем второй модуль к компьютеру и вводим опять же сначала команду АТ-ре для сброса, а потом АТ-май-2, которая присваивает модулю адрес равный двум. Для дальнейшей связи с ним нам это поможет. Вообще все, что касается настройки сетей в модулях МБИ и всего того, о чем я сейчас рассказываю, вы можете почитать в официальной документации к модулям на сайте производителя. Ссылочку я оставлю в описании. Завершаем командой АТ-ЦН, чтобы сохранить настройки. Теперь вставляем модуль в платку MBTAG и подключаем кнопку и переменный резистор. Выбросаем все это около блока питания и идем разбираться со структурой API-фреймов. В официальной документации можно найти полное и очень понятное описание всех АТ-команд, API-фреймов, режимов работы и т.д. Я приведу описание лишь того, что использовал, но поняв общую структуру дальше уже просто разобраться. Смотрите. Любой API-фрейм представляет собой пакет байтов. Вначале идет идентификатор семье. Это стартовый байт. Начало пакета. После которого идут два байта длины пакета. Четвертым байтом передается номер API-фрейма. По этому номеру можно судить, что за фрейм перед нами. Пришли ли данные о состоянии портов или перед нами фрейм для выполнения АТ-команды на удаленном модеме. То есть на модуле, который лежит около блока питания в трех метрах от меня. Допустим, мы разбираем API-фрейм для отправки АТ-команды на удаленный модуль. Его код 17. Далее идет идентификатор фрейма. По сути это флаг, куда слать подтверждение об отправке пакета. Выставляем здесь единицу. Далее адрес получателя пакета, на котором будет выполнена АТ-команда. Потом байт настроек. Тут проще привести табличку. Выставляем единицу во втором бите. Остальное нам не нужно. А дальше следует название АТ-команды и параметр. Например, команда R05 включит белый светодиод на модуле. Переводим все это в безобразие в шестнадцатиричный формат и получаем 52305. Ну и последним байтом идет контрольная сумма. Вычисляется она просто. Складываются все байты, начиная с идентификатора фрейма до последнего. Младший байт получившегося числа вычитаем из числа 255. Ну или FF. И получаем требуемую контрольную сумму. Давайте удостоверимся и введем получившийся пакет в программе терминал-эмулятор. Этот терминал позволяет отправлять именно хекс байты в терминал. Может я ракую, но я делаю это так. Кликаем отправить и видим, что на модуле загорелся белый светодиод. Шикарно. Завариваем чайок и приступаем к кодингу. Итак, для получения данных с модуля мы воспользуемся IP-фреймом под номером 83. Этот фрейм отправляется удаленным модемом после специальной АТ-команды ИО. В нем хранится информация о температуре модуля, напряжении питания для контроля заряда батареи, напряжение на дискретных счетных и аналоговых портах. Давайте посмотрим на программу, которую я набросал. Во-первых, это функция просчета байта контрольной суммы. Не вручную же считать каждый раз для разных пакетов. Далее, по событию таймера запускается формирование и отправка на удаленный модуль команды ИО2, где двойка это адрес устройства, который мы вводили при настройке. После чего программа ждет ответ, и я довольно кривовато распарсил его, указывая конкретные номера в массиве. Это не совсем правильно, но работает. Байты из фрейма преобразуются в температуру, напряжение и отображаются на элементах формы. Далее, чекбоксы. Они поджигают светодиоды в дискретном режиме работы. Все просто, вкл, выкл, меняется только один байт. При нажатии на слова PWM1 и PWM2 я организовал перевод выводов в ШИМ режим, потом небольшая пауза и установка выбранной скважности на требуемом ШИМ канале. Все так же довольно просто и четко работает. Кстати, частота ШИМ каналов равна 1 кГц. Теперь давайте все понажимаем и посмотрим, как это работает. Теперь покрутим ручку потенциометра и посмотрим напряжение в окне программы. Ну и кнопку тоже понажимаем. Ссылку на проект для 13 студии я прикреплю к видео. Как видите, работать с API фреймами модулей очень просто. Вы получаете множество дискретных портов ввода-вывода, несколько счетчиков, АЦП и ШИМ выходов. Плюс еще и контроль напряжения питания и температуры. При этом вам не обязательно нужен компьютер. Самое главное это UART интерфейс. Например, микроконтроллера или какой-нибудь платки типа Ардуинки, которая так полюбилась людям, любящим вставлять Ардуинки в коробочки из-под губок для обуви. Отдельное спасибо хочется сказать разработчикам. На сайте очень много гайдов и подробных описаний режимов и функций. На этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно. Ссылку на эти модули я также оставлю в описании к видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Паяльник ТВ, чтобы не пропустить новые интересные видео. С вами был Андрей. Пока.